Всем привет! Это Престина Богдария, и это вторая часть моего обзора на мои 5 самых любимых колод. Сейчас мы поговорим об оракулах, и это немножечко другое. Оракул отличается от Таро по структуре. Я очень люблю пояснять старшие арканы, младшие арканы оракулами, поэтому я рекомендую, если вообще вы увлекаетесь Дерикой, покупаете карты Таро, купить к ним еще и оракулы. Что, давайте поговорим о 5 самых классных колодах, которые у меня есть. Поехали! Ну что, начнем мы говорить с самой особенной колоды, которая среди всех, которые у меня присутствуют. Хотя нет, я не права, они все особенные. Но поговорим об ангелариуме. Эта колода привела меня к очень интересной науке. Хотя, кто знает, что это такое, они скажут, что это не наука, а я скажу, что это. И они мне скажут, что это не философия, не религия, не наука, не учение, это просто кабала. И я действительно начала изучать кабалау благодаря этой колоде, потому что она основана на кабале. И у меня будет отдельный ролик, посвященный как картам Таро и вообще теме кабалы. И скажу, что каждый из архангелов, которые присутствуют в этой колоде, он четко описывает как раз-таки состояние, которое есть в древе. И это состояние очень четко можно интерпретировать в раскладе. То есть, если ты хочешь сделать понимание, на каком этапе вообще человек находится в жизни, какие лучше медитации брать для себя, то есть, или что вообще ждет в ближайшем году. Ты можешь просто достать одну карту, и все будет сразу понятно. Если открыть древо по кабале, то можно про каждую из ступеней прочитать очень много информации в интернете. Об этом есть целые книги. Вообще о каждой ступенечке маленькой, о каждом шаге. Можно всю информацию знать, и одна карта дает максимально огромное количество информации. Поэтому эта колода, во-первых, для кого предназначена? Для коллекционеров. Она очень хороша, как коллекционная колода. Очень хороша, как подарочная колода, если вы доделаете подарок какому-то эзотерику. И если он занимается вообще кабалой, то это идеальный подарок. То есть, если человек даже не практик, если он не занимается чтением колод, и если он занимается просто кабалой, то это очень крутой подарок для этого человека. Это крутой подарок для людей, которые собирают комиксы, любят изучать мифологию, любят вообще просто изучать всякие божества. Это идеальная колода для этих людей, потому что нарисована она просто потрясающе. Когда ты смотришь на каждую карту, ты окунаешься в мир этого бога, ты окунаешься в мир этого существа, этой сущности. Ты становишься частью ее. Ты смотришь на эту карту часами, ты медитируешь на ней. И последнее, если ты любишь медитации, то эта карта тоже для тебя, потому что она может показать твои слабые, твои сильные стороны в определенной чакре, в определенной структуре жизненной, потому что чакры тоже пересекаются с этим. И ты можешь просто проработать это. Это очень важно. А еще я сейчас зажгу ароматическую балочку, потому что это необходимо вообще при практиках, при работе с картами. Я в начале видео забыла это сделать, поэтому сделаю сейчас. Пусть скорит, пусть добавляет эстетики и добавляет общий такой настрой. Отлично. Она очень сладенькая, очень красивая, очень милая. Тоже колода связана с колодой Таро. Их есть две. Вот есть колода Таро, есть колода оракульная. Я, честно скажу, этой колодой не пользовалась. Я один раз только на ней делала расклады. Я уже говорила, что колода Таро для меня очень сложная по работе с ней. Так же и оракул. Он нереально красивый. Он детально показывает состояние общее. Очень хорошо показывает женский характер. Очень хорошо показывает влюбленность. Очень хорошо показывает романтику, сны, чувства. Но он не говорит с тобой открыто. Я люблю более открытые, простые значения, потому что иногда я недостаточно сосредоточена. Хотя логично, что когда ты не сосредоточена, лучше не работать. Но разные бывают ситуации. И когда я не сосредоточена, эта колода со мной не разговаривает. То есть она мне не дает пояснения многих ситуаций. И, как правило, если я хочу больше и глубже раскрыть определенную тему, эта колода не дает мне точного понимания. Но она очень красивая. И я тоже скажу, что, как в предыдущей колоде, она идеально подходит для коллекционеров. То есть если ты забираешь красивые колоды, эстетичные, которыми можно даже просто украсть, например, свою комнату, с которыми ты будешь медитировать, то ты можешь поработать с этой колодой. Еще плюс, ты можешь увидеть какие-то минусы и плюсы, которые есть в твоем характере. И на данном этапе жизни ты можешь их проработать. Потому что мне проще в этой колоде увидеть себя. То есть если я гадаю кому-то, я не буду, скорее всего, использовать эту колоду. Я буду использовать другие колоды для описания ситуации, для пояснения ситуации. Потому что обычно оракул я использую для пояснения ситуации. Следующая колода, о которой хочется говорить, с которой хочется делать магическую практику, любую вообще, ну, желательно такую более легкую, это веканский оракул теней. Я его увидела у нейроведьмы. Я вообще большой фанат нейроведьмы. И я смотрю ее в течение года. Она делает потрясающие расклады. И я ее фанат. Я хочу даже с ней как-то пообщаться обязательно. В общем, она меня вдохновила на покупку веканского оракула теней. Я считаю, это действительно инструментом для магии, для практики, не просто для чтения. Я его использую очень редко, потому что я считаю его очень сильным. И он говорит о многом. В основном, если вкратце говорить, то веканский оракул теней, он больше говорит о состояниях. То есть, если вы делаете расклад на определенного человека и хотите узнать, в каком состоянии он вообще эмоциональном, вообще духовном, он находится в подшлике к вам, то вы просто достаете карту с этого веканского оракула. И вам он говорит сразу, с одной карты, обо всем. Он уникален. Он не похож ни на одну колоду. Я считаю, что это реально мастхэв должен быть у любой ведьмы. Чем он особенный? Во-первых, у каждой карты есть особенное значение по календарю. Вы должны обязательно прочитать про это все, или я могу вообще делать отдельное видео про эту колоду, потому что о ней хочется говорить часами. Есть определенный формат использования этой колоды. С ней нужно быть очень уважительным. Ну, конечно, с любой колодой нужно быть уважительным, но тут очень детальная проработка каждой карты, потому что вплоть до того, как ты складываешь эти карты, у тебя в начале колоды должна лежать богиня, в конце колоды должен лежать бог, закрывать колоду. И, да, богиня, бог. И я не знаю, я думаю, что эта колода, она очень добрая, светлая, но она действительно ведьминская. От нее пахнет духом леса, цветов, я не знаю, зайчиков, оленей. Я не знаю, если вы любите такую эстетику, то это для вас. Чем еще я люблю эту колоду? С ней можно работать. Ее можно, вот, можно копировать карты и делать с ними обряды. Почему? Каждая карта, она настолько детализирована, что в ней очень много информации. Я уже это говорил до этого. На каждой карте есть визуальное значение. Это какой-то образ, который проявляется в животном или в божестве. Например, карта бог. Здесь есть также несколько иных значений. Здесь есть руническое значение. Тут на каждой карте используется руна. И далее идут пояснения более детальные, более, ну, как бы, более мелкие. То есть нужно изучать каждую колоду очень много времени, чтобы вообще хорошо с ними взаимодействовать. Также в этой колоде есть пустая карта, на которой ты можешь нарисовать свое значение и добавить этой колоде свою окраску. Плюс обычно арканы уже пронумерованы. В этой колоде ты можешь пронумеровать каждый аркан по-своему. Как описывается в справочнике, ты можешь перемешать эту колоду. И первый раз, когда ты перемешаешь, ты увидишь свои арканы, свои цифры, да, потому что у тебя она выпадет в определенную последовательность. Это и есть твоя последовательность. И вообще море информации, которые завязаны вообще с этой колодой, вплоть до каждой детали каждой карты, потому что каждая руна имеет огромное значение, огромное влияние. Плюс с этой колодой на ней можно не только гадать, как я уже говорила, на ней можно делать практику. Следующая колода, Witches Wisdom. Она достаточно редкая. Я ее мало где видела, но она очень красивая. Тут очень красивая обложка, и мне очень нравится, что она серебряная. Если сложить всю колоду, она будет так переливаться в руках. Это супер волшебная. И сами карты, значение каждой карты, ну просто волшебство. Если вы действительно ведьма, это колода для вас. Если посмотреть визуально на каждую вообще карту, тут очень много магических значений. То есть если вы хотите посмотреть магическое воздействие, работа вообще с такими реально более магическими аспектами жизни, то это колода для вас. Тут каждая карта, ну сказочной красоты. Мне кажется, что этим картам просто не хватает еще какого-то напаления из блесток и, не знаю, еще запаха какого-то. И действительно, атмосфера полностью будет создана именно одними картами. Например, посмотрите на кубковую карту, чаша, полное наполнение, как вокруг нее звездочки переливаю, вообще сверкают, и как не переходят в эту чашу. Посмотрите на карту воздействия. Тут тоже, тут в этой колоде есть просто значение, например, кубковое значение, жезловое значение. Тут тоже карта это жезл, это воздействие, как будто не просто какое-то действие идет, как будто идет магическое, магически направленное воздействие на кого-то, на что-то. Тень, как вы видите, тень в этом темном зеркале, черное зеркало такое, если на него посмотреть, в него можно увидеть какой-то дух прошлого или какого-то человека, который на вас смотрит. Меня вообще очень настораживает эта карта, как будто за мной кто-то следит. То есть у каждого свое будет восприятие, у меня сейчас как будто за мной следят. Также карта объединения, любви, замужества, юнион, очень красивая карта, такая добрая, теплая, вот. Карта духа, тоже у меня она ассоциируется с какой-то магией, вообще карта здесь, карта это просто магия. Видите, это такая лесная карта, ритуальная карта, которая описывает имена шабаши, встречи, гуляния и все, что с этим связано. Эта колода хорошо дает оттеночный такой формат тоже, ей можно пояснять определенные расклады, которые больше, наверное, касаются либо жизненных аспектов, связанных с магическими воздействиями, либо проверкой на чувства, либо проверкой на чистоту чувств. или если вы чувствуете себя вот физически, вот что-то как будто с вами не так, то определенно нужно посмотреть на этой колоде, что происходит, в каком состоянии вы находитесь, почему так. И да, это еще колода хорошо отвечает на вопрос, почему. Поэтому рекомендую эту колоду. Также она идеально подходит для коллекционеров. Я вообще считаю, что любая оракульная колода идеально подходит для коллекционеров, потому что действительно каждый оракул не по базовой вообще эстетике идет, Карта Ро. Это вот у меня сейчас как одна из не классических интерпретаций колод Ленорман. Это достаточно черная такая колода под названием сейчас не помню, по-моему Breath of the Night Дыхание ночи. Она тоже ведьминская. на ней тоже очень хорошо можно увидеть магическое воздействие. Сама колода очень большая, тут очень много карт, если я не ошибаюсь, ну, в общем, там более 70 карт. Да, и у нее очень красивая шапка, такая тоже звездное небо. Если посмотреть на сами карты, то тут очень много информации идет, вот тут конкретик идет на самом деле, то есть она хоть и сделана по классике, например, гроб, классический гроб Ленорман, кольцо, сердце, то есть на самом деле тут все очень просто. Тут значение, скорее всего, прямое, оно не дает каких-либо сомнений, как, например, второе, но здесь очень много добавлений, в этой колоде здесь есть новые карты, например, вот карта яйцо, карта веретено, вот классическая карта дерева. Колода все-таки достаточно мощная в плане своего оттенка, она достаточно темная, но если вы хотите смотреть в реальном воздействии, какие-либо состояния общие, то берите эту колоду и смело смотрите все, что вам интересно, все, что вам нравится. Чем эта колода хороша? Она очень четко отвечает на ваш вопрос. Вот что происходит одной картой можно узнать сразу состояние дел и это большой плюс. Я надеюсь, что это видео вам очень понравилось, я старалась выбрать свои самые любимые колоды, хоть это было очень сложно, потому что каждая колода особенная, которая у меня в коллекции, каждая колода любимая, и я надеюсь, что вообще тема эзотерики вам близка, если вы смотрите это видео, и обязательно пишите в комментариях, какие колоды у вас есть, я буду рада пообщаться с вами на тему магии, на тему кабалы, на тему философии, и пишите, какие хотели бы вы еще видеть обзоры на колоды, какие бы хотели вы видеть темы, связанные с эзотерикой на моем канале, потому что это такой новый пласт, новая тема, новый плейлист на канале Vogue Diary, который я не хочу останавливать, я хочу вести диалоги о том, что является необыденной частью нашей жизни, так что увидимся в новом видео, всем пока!